Здравствуйте! А у нас уже готов очередной выпуск о происшествиях в районе, и мы спешим поделиться с вами полученной нами информацией. Сегодня вновь затронем тему пьянства, так как она не теряет своей актуальности. Количество преступлений в пьяном виде в районе сегодня составляет 205 фактов. По-прежнему на улицах и много людей, распивающих алкоголь. И штрафы, а также водворение ВВС и изменение меры наказаний, похоже, отнюдь не пугают людей. Сегодня о тех, кто состоит на учете в уголовной исполнительной инспекции и допускает употребление алкоголя. На учете на сегодняшний день состоит 1640 человек. Основная масса – это лица ранее судимые, которые освободились из мест лишения свободы. Также состоит 160 осужденных ограничений свободы без направления. Это основная масса осужденных лишений права управления транспортным средством, занимаются определенным видом деятельности. Из прав работы там относительно большое количество, остальные категории не такие поменьше. Руководством УРВД принципиальная позиция избрана к лицам отбывающего наказания в виде ограничения свободы, также поднадзорных, которые не принимают попытки к трудоустройству. Принято решение, что если данный гражданин допускает нарушение порядка отбывания наказания, то к нему будет применяться мера взыскания за нарушение, только дисциплинарная изоляция. То есть там у нас есть вариант или устное предупреждение, или дисциплинарная изоляция. Лицам, состоящим на учете в уголовной исполнительной инспекции, распивать алкоголь, находиться в нетрезвом состоянии в общественных местах запрещено. Это может существенно изменить их меру наказания. Ответственность – это в зависимости от категории, на какой состоит человек, на каком виде учета, к чему осужден. Если человек осужден к ограничению свободы без направления, нахождение в состоянии алкогольного опьянения является нарушением порядка отбывания наказания. Данный гражданин доставляется в больницу для прохождения медицинского освидетельствования, и после этого тоже мы выносим взыскание в виде того же или устного замечания, выговора, или дисциплинарной изоляции. Но с учетом того, что если человек не работает, он однозначно будет водворен в ВВС, отбывает дисциплинарную изоляцию. Остальных уже в зависимости от личности и имеющихся нарушений ранее. Относительно категории поднадзорных, есть такая категория, это в основном лица судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления, освобождающиеся из мест лишения свободы, также судимые два и более раза к лишению свободы. У них под такового ограничения, как нахождение в трезвом виде по месту жительства нет. Но у них есть ограничение за предпосещение питейных заведений, где продаются спиртные напитки. И вот если гражданин будет задержан в таком заведении при употреблении алкогольных напитков, то на него составлен административный протокол за нарушение требований примитивного надзора. Если же это систематически будет, то может решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 421 Уголовного кодекса за нарушение требований примитивного надзора. Для тех категорий, у кого имеется отсрочка наказания, такое поведение чревато предупреждением. А три предупреждения – изменение меры наказания. Только в выходные в праздник города ВВС были водворены 8 человек, состоящие на учете в инспекции. Люди не до конца сознают, что им можно, что нельзя, что им назначается такое наказание. Это как последний шанс еще исправиться, проживать, как говорится, по месту жительства, идти работать с семьей, не изолируя его где-то в местах лишения свободы. Сейчас же идет работа и по определению круга лиц, подпадающих под категорию тунеядцев. В большинстве случаев это асоциальные личности, часто живущие за счет родителей пенсионеров. В ближайшем будущем правоохранители совместно с налоговой инспекцией займутся данной категорией. Если взять соотношение с прошлым годом, то по трудоустройству, даже той категории, которая просто ранее судимая, у которых нет ограничений, ситуация тоже немного улучшилась. То есть, в принципе, даже когда было принято решение, вот это привлечение тунеядцев к ответственности, ну, пошел процесс, в принципе, тех людей, которые еще как-то более осознанно относятся, ответственны к своим поведениям, пошли в центр занятые, приняли попытки к трудоустройству. То есть, немного улучшилась ситуация. По данным госавтоинспекции, за 8 месяцев этого года в районе задержано 223 водителя, севших за руль в алкогольном опьянении. Из 28 аварий 5 совершено нетрезвыми водителями. Складывается ощущение, что людей, беспечно относящихся к своей и чужим жизням, становится все больше. Сегодня на штрафстоянке Солигорска не один десяток конфискованного транспорта. Большая часть у бесправников и нетрезвых водителей. Что и говорить, именно эта категория самая опасная на дороге. Именно аварии с их участием имеют тяжелые последствия. Глядя на оперативные сводки ГАИ, становится не по себе. В сутки в Солигорском районе задерживают порядка двух-трех водителей под градусом. Почти половина из них бесправ. Сотрудниками ГАИ для нашей программы предоставлены видео регистраторов служебных автомобилей. Вы можете сами увидеть, как ведут себя лихачи, пытаясь скрываться от ответственности. А уйти удается редко. Есть факты, когда водитель находился и в наркотическом опьянении. После выпускных вечеров за рулем нетрезвыми часто находились и сами выпускники. В этом случае водитель, уходя от погони, загнал машину в глубокую лужу. Уйти от ответственности не удалось. Этим летом один из нетрезвых водителей в Капацевичах, заметив служебный автомобиль, попытался скрыться, выключив свет фар. Подвергая опасности жизни возможных пешеходов, он скрылся в ближайшем доме. На него составлено четыре административных протокола. В конце июля двое водителей, будучи нетрезвыми, устроили гонки на дороге. Одного задержали сразу, второй скрылся. Но ненадолго. Ведь номера автомобиля госавтоинспекторы увидели. Теперь оба горе-гонщика стали на какое-то время пешеходами. А в этом автомобиле в нетрезвом состоянии муж и жена. На заднем сиденье маленькие дети. Куда так необходимо было ехать, подвергая опасности своих малышей? Отдельно про мотоциклы. В этом году с олигорскими стражами дорог уже пойманы несколько нетрезвых мотоциклистов. Этот водитель с пассажиркой, уходя от машины ГАИ по Ленина, развил скорость до 146 км в час. И это в городе. К нетрезвому на тот момент состоянию добавилось и отсутствие прав. Уже был лишен. Помог задержать лихача водитель такси. А этот водитель мотоцикла стал героем интернета благодаря ролику в сообществе с олигорскими автолюбителей. Мужчина не только не отреагировал на требования сотрудников ГАИ остановиться, но и попытался скрыться. Сначала по проселочным дорогам выдавая виражи, затем бросив мотоцикл на своих двоих. Уйти ему, конечно, не удалось. Шесть административных протоколов и звездный час в интернете. Только вот вряд ли он сильно рад такой популярности. Вообще мотоциклисты на постоянном контроле ГАИ с этого года. Например, им ограничено движение в ночное время по улице Заслонова. Одно из самых протяженных улиц города. Ведь особенно спортивные байки своим оглушительным ревом мешают жителям отдыхать. Правда, теперь, наверное, не сильно рады жильцы на Богомолова. Лихачи передвигаются теперь по ней. Во многом благодаря неравнодушному отношению людей и удалось вовремя остановить нетрезвых водителей. Зачастую именно благодаря звонку госавтоинспекторы своевременно задерживали беспечных водителей, считающих, что выпитое спиртное отнюдь не помеха вождению. Из задержанных в этом году количество алкоголевых кровей от 0,5 промилле до 3. 12 сентября белорусские следователи встречают профессиональный праздник. И дата была выбрана отнюдь не случайно. Именно 12 сентября в 2011 году президент Беларуси подписал указ об образовании Следственного комитета Республики Беларусь. Сегодня наш материал о работе Солигорского районного отдела Следственного комитета. Сегодня коллектив Солигорского районного отдела Следственного комитета – это 53 сотрудника, 49 из которых непосредственно занимаются следственной работой. Около 25% коллектива – молодые сотрудники с опытом работы до 5 лет. С января 2012 возглавляет отдел Андрей Юрьевич Моисеяня. Коллектив у нас довольно опытный, сплоченный. За 5 лет существования Следственного комитета из подразделения ушло несколько человек. И то по достижению предельного возраста нахождения на службе в Следственном комитете, как правило, у нас коллектив только прирастает. Что является для меня неплохим показателем. Поэтому, фактически, на протяжении многих лет работаем с полным комплектом. Наравне с мужчинами, раскрывая преступления, трудятся и 18 девушек. С октября 2012 в большом и сплоченном коллективе – вольно-наемным сотрудником, а уже с ноября 2014 в должности офицера – лейтенант юстиции Ксения Шаплыка. У меня отец милиционер, работал в уголовном розыске. Я был в свое время начальником любого неуголовного розыска. Мне нравится моя работа. Это, наверное, больше не бумажное. В плане раскрытия выезда на место происшествия – это не только бумажная работа. Осмотр – это тоже очень важно, фиксация следов. Но именно раскрытие, найти в дежурные сутки по горящим следам. Правильно допросить, какие-то нюансы уточнить. Те, которые, казалось бы, незначительные, но в последующем могут повлиять вообще на ход дела в последующем. Сейчас, на данный момент, в производстве находятся и особо тяжкие преступления, и тяжкие, и менее тяжкие. Материалы проверок – разные дела. Нет одинакового хулиганства с применением кастета. Считается особо тяжким преступлением. 147-я третья – течение тяжких телесных повлевших в смерть. Дела сложные, кропотливые, много экспертиз назначено. В конце надо принять правильное законное решение, чтобы человек невиновный не оказался на скамье подсудимых, а виновный понес заслуженное наказание. С начала года в Солигорске расследовано порядка двух тысяч уголовных дел. И уже тысяча из них в отношении 1100 обвиняемых направлено в суды. Среди преступлений и грабежи, и хулиганства, и кражи хватает всего. У нас грабеж помидор из теплицы. Даже такие у нас есть происшествия. Как это грабеж? Ну, то есть злоумышленник украл помидоры, думал, что его никто в утреннее время не застигнет. Но, выходя из теплицы, хозяйка его застигнула на месте преступления, крикнула «стой». Но он побежал, она за ним долго преследовала. Но в итоге был задержан товарищ недалеко от места преступления, доставлен. Сегодня он был арестован в отношении его избранной меры пресечения заключения под стражу. А на прошлой неделе в момент совершения преступления был пойман еще один неудачливый вор. Днем в маске мужчина с ножовкой попытался украсть стоящий у подъезда велосипед. На его беду у преступления оказался свидетель, который и сообщил хозяину о происходящем. Тот остановил злоумышленника. Преступник задержан. У него была изъята и маска, в которой он был одет на момент обнаружения его граждан в момент попытки совершения кражи велосипеда. И ножовка, при помощи которой он пытался перепилить замок, которым велосипед крепился к металлической конструкции. Это лицо задержано, дало показания относительно своих действий, указало, что велосипед хотел похитить для того, чтобы подарить своему ребенку. В отношении его возбужденного уголовного дела в настоящее время проводится расследование. То есть по 205-й, да? Да, покушение на хищение имущества. На преступления следователь всегда выезжает в составе следственно-оперативной группы, все члены которой действуют оперативно и слаженно, как на месте преступления, так и в дальнейшем, совместными усилиями устанавливают преступника. Тоже отвечаем, так же, как и опера за раскрытие преступления. Это дело чести тоже. Не кинуть все на розыск, давайте, ребят, расследуйте. Нет, мы все вместе, одна команда. Как на месте происшествия эксперт, следователь, опер, участковый, так и в ходе расследования дела. Мы все вместе. А теперь кратко об оперативной обстановке. За неделю в дежурную часть Солигорска поступило 385 сообщений, из которых о преступлениях 51. Правоохранителями по линии уголовного розыска возбуждено 21 уголовное дело. По линии наркоконтроля 1, в сфере высоких технологий также 1. На сегодня раскрыты 11. В районе за неделю скончались 8 человек, задержано и 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В специзолятор для отрезвления помещались 57 человек. В отдел милиции были доставлены за различные административные правонарушения, а также по подозрению в совершении преступлений 112 человек, из которых уже ранее судимы 45. Сведения об оперативной обстановке нам предоставлены оперативно-дежурной частью Солигорского отдела милиции. На сегодня это вся информация о происшествиях в районе, акциях и рейдах правоохранителей. Расследуемых уголовных делах вы можете узнавать из наших программ. Мы выходим в эфир телеканала «По пятницам». Место происшествия доступно и в интернете. Спасибо, что вы с нами и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...